Соло Скриптура Только Писание Но вы знаете, у меня, наверное, у одного такая тема Где, например, сегодня я вообще Писание, может быть, не буду открывать Потому что мы с вами говорим об истории Церкви Конечно, мы вспомним кое-какие места Писания Но прежде всего сегодня мы будем говорить о тех событиях, которые происходили в средневековой Церкви Мы с вами говорили в прошлый раз, когда я здесь проповедовал, учил Говорили о тех изменениях, которые произошли в Церкви Напомню то, что раньше Церковь была простой Люди собирались вместе, на всяком месте, где хотели Поклонялись Богу, изучали Писание, молились друг за друга и совершались чудеса Но потом, вы знаете, Церковь была гонимой до этого Но потом римский император стал христианином И произошло сращивание государства и Церкви Император стал вмешиваться в дела Церкви А затем, мы с вами увидим сегодня, Церковь стала вмешиваться в государственные дела И вот то, о чем говорил Иисус, Богу Божию, Кесарю Кесарева Здесь было нарушено это слово, потому что все это соединилось вместе И вы знаете, последствия были не просто печальными, а ужасающими И сегодня мы увидим, на какое дно могла опуститься христианская Церковь И на какое дно она опустилась Но прежде чем мы это с вами увидим, немножко о политической ситуации Потому что политика стала непосредственно влиять на Церковь А Церковь стала влиять на политику Прошу прощения, христианская Церковь зародилась на территории Римской империи Помните, да? На территории Римской империи Это была единая империя Но император Константин, чтобы ему лучше управлять Он построил еще одну столицу Которая называлась, кто знает Император Константин, основал город Константинополь, молодцы Это была вторая столица Знаете, как в Российской империи была Москва И появилась еще одна столица Санкт-Петербург Окно в Европу нужно было прорубить Флот, чтобы построить И там примерно то же самое произошло Была древняя столица Рим И появилась новая столица Константинополь Но вы знаете, так сложилась политическая ситуация Что империя впоследствии была разделена на две части В одной части в Западной был император Император Западной Римской империи И в Константинополе появился император Император Восточной Римской империи И таким образом появилось две части Римской империи Можно картинку уже показать нам Две части И вот синеньким тут изображена восточная часть Римской империи, которая впоследствии, потеряв некоторые свои территории южные, стала называться Византией. Слышали такое название? И в столице Константинополя. А западная часть тоже потом потеряла большие свои территории, но называлась Римской империей. Вот таким образом. И дело в том, что в церкви, из-за того, что она срослась с государством, помимо духовного служения постоянно велась политическая борьба, а точнее борьба за власть. И постепенно произошло то, что некогда равные служители, потому что в церкви были независимые, в каждой церкви был какой-то лидер, они друг с другом общались, но здесь когда-то равные церкви стали объединяться в иерархию. То есть более сильные лидеры брали власть над остальными. И таким образом появились епископы, архиепископы и самое высокое звание – патриархи. Значит, старший отец. И вот патриархи, которые огромной территорией управляли, их епархия была большей территорией, и вот патриархи, они между собой начали уже бороться за власть, подчинив себе остальные церкви, они уже как главы церквей стали между собой сражаться. Кто более главный патриарх? И вот нешуточная борьба как раз происходила между константинопольским патриархом и римским патриархом. Знаете почему? Потому что римский патриарх, римский епископ, римский патриарх стал считать себя главой всей церкви. Раньше не было главы всей церкви. Глава всей церкви раньше был кто? Иисус. А здесь появился человек, который стал претендовать на звание главы всей церкви. А константинопольский патриарх говорил, да я не меньше тебя. И добивался равных прав с римским патриархом. И вот тут пошла настоящая серьезная борьба за власть. Кто кого победит. Вот один случай такой произошел. Патриарх Константинополя объявляет себя вселенским патриархом. То есть он говорит, я глава всей вселенской церкви. Как вы думаете, реагирует на это римский епископ, римский патриарх? Он посылает ему жесткий выговор. Такой же выговор посылает императору восточной части. Конечно, все это проигнорировали. И константинопольский патриарх, и император византийский проигнорировали. Но знаете, что интересно? То есть римский патриарх был просто возмущен. Как это так? Называть себя главой вселенской церкви? Но самое интересное, что впоследствии этот титул они стали применять к себе. То есть римский патриарх стал себя называть главой вселенской церкви. И на сегодняшний день это звание сохраняется, как один из титулов Папы Римского. Звучит так. Капут универсалис экклезия. То есть глава вселенской церкви. Покажите следующую картинку. Это вот так выглядели епископы в Средние века. И сразу же можно следующую. Здесь мы видим папу римского, которого звали Лев Первый. Он жил во второй половине V века. И вот он шел дальше в своих претензиях на власть. И он утверждал, что божественно назначен, божественно, обратите внимание, некоторые люди не боятся так говорить, божественно назначен архиепископом над всеми епископами. То есть он самый-самый главный. И объявляет себя владыкой церкви. Говорит, что неподчинение его власти – это прямая дорога в ад. Смелое заявление. То есть если вы не слушаете меня, все, погибли навеки. И, конечно же, люди боялись в западной части ослушаться римского папу. Он же божественно назначен главой всей церкви. Божественно. Вот его, кстати, первым и стали называть не просто архиепископом, не просто епископом римским, а стали называть римским папой. То есть он добился вот этого признания. И впоследствии римские папы, они только укрепляли и утверждали ту власть, которая была в их руках. Всячески старались ее укрепить. А тех, кто не подчинялся, каким-то образом подавить, наказать или даже уничтожить. И мы видим, что христианского в христианской церкви становится все меньше и меньше. Вы помните, когда Иисус был с учениками, они спорили между собой, кто из них важнее, кто из них главнее. Кому сесть по правую и по левую руку от Иисуса Христа. Что сделал Иисус? Позвал их всех, поставил ребенка перед ними. Говорит, вот кто умолится, как это дитя, вот тот и будет важнее всех. Самым первым будет. Но здесь уже про это не понимали. Хотя одно из званий римского папы – это слуга слуг Божих. Но это профанация на самом деле. Так же, как Конституция Советского Союза была самой демократической конституцией во всем мире. Самое правильное. Но мы же не жили так. И здесь точно так же. И вы знаете, вся вот эта борьба за власть в конечном итоге приводит к расколу церкви на две части. Некогда церковь была единая. Одна христианская церковь. Но здесь все предпосылки сложились для того, чтобы церковь раскололась на две части. Покажите нам следующую картинку. Вот этот раскол называют великой схизмой. Произошел этот раскол в 1054 году. То есть начало 11 века. На самом деле противоречий много накопилось. И восточные патриархи, ну и служители восточные обвиняли Запад в том, что они начали искажать учения. А вы знаете, если Папа главный, то он и учения может менять. Ему же откровения свыше приходят. И к тому же Библию уже давно отложили. И все решалось на соборах и указами римских пап. И восточную часть это очень сильно возмущало. Что некоторые доктрины были приняты без согласования с ними. Без обсуждения на соборе вселенском. И поэтому накапливались эти противоречия. И в конечном итоге восточный патриарх однажды произнес анафему на Папу Римского. То есть что сделал? Отключил его от церкви. Был такой эпизод. Но потом все обратилось в другую сторону. И вот в 1054 году папские послы приехали в Константинополь. Пришли на литургию, на торжественное богослужение, которое там совершалось. В главный собор, собор Святой Софии. До сих пор он стоит в Константинополе. Который сейчас называется как? Стамбул называется. Потому что сейчас он турецкая территория. И этот, кстати, собор Святой Софии превратили в мечеть. Но его можно посетить. И вот это был главный собор, где служил Константинопольский патриарх. Во время богослужения приходят папские послы и кладут на алтарь анафему от Папы Римского. Отлучение. И с тех пор церковь разделена на две части. На две части. Западная часть называется Римской католической церковью. А восточная называлась Греческой православной церковью. Ну или просто православной церковью. Почему такие названия? Они тоже отражают суть спора. Католическое. Знаете, что означает? Вселенское. То есть они в себе название взяли ту претензию, которую до сих пор у них есть. Вы знаете, Западная церковь, она до сих пор считает себя Вселенской церковью. А то, что откололась восточная часть, они считают, это они от нас откололись. Но однажды они думают, все снова будет единым. Так они считают. А восточная часть взяли себе название православное. Потому что они говорили, они учат неправильно, все исказили. А мы правильно, правильно славим, ничего не исказили, сохранили учение. И вот в этом суть спора. И поэтому эти два названия традиционной церкви. Римская, католическая и православная. Греческая православная, русская православная. Там разные названия. Грузинская православная есть церковь. И вот сейчас о православии не будем говорить. Потому что у нас с вами в этом году тема курсов называется «Соло скриптура». То есть мы говорим о реформации и о том, какие предпосылки были для реформации. Реформация произошла на западе, в западной части, в римской католической церкви. И почему назрела вот эта реформация? Сегодня мы как раз это увидим. Почему вдруг монах какой-то католический решил восстать против этой власти, римской католической церкви, которая приобретала все более и более значимость во всех государствах западной части. Папы постоянно старались свою власть укреплять. И использовали для этого различные интриги хитроумные, политику. И в конечном итоге, об этом очень много можно говорить, но в конечном итоге католическая церковь обретает огромную экономическую и политическую власть. И богатство со всех концов бывшей Римской империи, она потом распалась на части, на национальное государство, но все это было епархия римской католической церкви. И со всех концов этой бывшей Римской империи стекались огромные богатства в папскую казну. Вот здесь вы видите средневековую картину, которая изображает собор святого Петра в Риме. Вот если вы приглядитесь, внизу там людишки. Видите людишек? И вот эта помпезность, грандиозность, она подчеркивала величие, я вам скажу, не Бога, а величие церкви, силу, могущество, богатство и величие Римской католической церкви. Церковь стала владеть множеством земли, строений, имущества. То есть это была целая экономика, завязанная на религии. Очень большие деньги. Одна же произошла такая ситуация. Был человек, который основал монашеский орден. Были люди верующие, которые видели, что в церкви происходит, пытались от этого дистанцироваться, отдалиться, искать только Бога, искать только святости, чистоты и истины. Но, конечно, они шли иногда крайними какими-то методами, методы использовали. Вот одним из таких людей был Франциск Осиский. Он основал орден нищенствующих монахов в противовес величию и богатству Римской католической церкви. И вот однажды на аудиенцию его пригласил римский папа. И когда он пришел на эту аудиенцию, папа ему говорит, гордясь просто вот этим величием, показывает на это все, говорит, «Франциск, святой Петр однажды сказал, что серебра и золота нет у него. Церковь сегодня этого уже сказать не может». Франциск, можно показать, кстати, Франциска, ответил, «Да, Ваша милость, но церковь так же не может сегодня сказать «Во имя Иисуса встань и ходи». Чудеса были очень редкими в церкви. И в основном они случались редко-редко, но в основном теми подвижниками, которые как раз не участвовали в этой политической борьбе и в интригах, которыми была занята церковь. А наоборот теми, кто где-то в удалении, в уединении, может быть, искал лица Божьего. Такие люди были тогда. Но основная часть римского духовенства была занята вот в этой экономике, так скажем, религиозной. Ну вот, можно следующую картинку показать. Вот один из римских пап, который так же стремился укрепить свою власть, издаёт документ. Знаете, как он назывался этот документ? Диктат папы. Хорошее название, правда? Мне вспоминается та же диктатура пролетариата, помните? А помните, что такое диктатура пролетариата? Надо всех уничтожить, кто против. Вот что такое диктатура. Буржуинов надо уничтожить и богатство у них отобрать. Вот это диктатура пролетариата. А диктат папы, ну, примерно то же самое. В этом документе официально заявлялось, что папа имеет власть, конечно, свыше данную ему, и право смещать императоров, епископов. Но сам папа выше всякого земного суда. То есть человек, над которым никакой власти больше нет, кроме божественной власти. Когда я думаю об этом, думаю, страшно же впасть в руки Бога живого. Иисус, когда разговаривал с религиозными лидерами того времени, говорил, горе вам, горе вам. Вы взяли ключи и сами не вошли, и других не пускаете. А ведь это местописание относится не только к религиозным лидерам того времени, а любого времени. И вот здесь диктат папы. Папа имеет власть над всеми, но сам не подвластен никому. Другая доктрина, не хуже, о непогрешимости папы. Я уже как-то упоминал об этом. То есть официально принято учение в Римской католической церкви, что папа непогрешим. Не значит, что он не совершает грехов, потому что все грехи совершает, а значит, то, чему он учит, церковь, это истина. И он не ошибается. Вот я смело могу про себя сказать. Я могу ошибаться. Если не доверяете мне, я не буду смущаться. Проверяйте, утверждайтесь, убеждайтесь, открывайте Писание, читайте, учите. Но здесь римские папы не позволяли такого по отношению к себе. Они говорили, то, чему учит римский папа, это непогрешимо, это истина. Ну и присваивают они себе звание векарий Христа или наместник Христа, то есть заместитель. Знаете, векарий – это была должность распространенная. Вот есть епископ, епископ – это глава епархии, то есть все ему подчиняются. А векарий – это его как вице-президент. То есть когда епископ уезжает куда-то, векарий исполняет его обязанности. Понимаете? Заместитель. А что такое векарий Христа? Христос удалился на время, на небеса. А кто его обязанности должен выполнять? Кто, как не римский папа? То есть он взял на себя, по сути, функции Бога на земле. Ну как, заместителя Бога. И поэтому все, что он говорит, это нужно внимать как к божественному откровению. Как будто Бог тебе говорит. Вот такую позицию они уже в себя поставили. Таким образом, папа встал и над церковью, и над государством, и над Библией. К тому же, я вам скажу, что Библия стала недоступной людям. Библия в западной части была на латинском языке. На латинском. Это язык Римской империи. А Римская империя уже к тому времени разрушилась под натиском варваров, германских племен, которые атаковали со всех сторон. И свои государства потом образовали. Франция, франки появились, галлы. И потом из этих франков появилась Франция. Из англов-саксов появилась Британия. И появились национальные государства со своими языками. Германия потом появилась. И даже в саму Италию, которая была колыбелью Римской империи, вторглись вот эти германские племена с севера, захватили астготы, вестготы, захватили эту территорию. И язык в этот все забыли. Латинский язык стал мертвым языком. То есть никто на нем не разговаривал. И таким образом Библия для людей стала недоступной. И люди не читали Библию. И поэтому невозможно было даже обличить ни епископа, ни римского папу по Писанию, потому что никто Писание уже не знал. Не знал. И посмотрите, когда нет над тобой никого, когда никто не скажет, что ты делаешь, тут велик соблазн делать все, что ты захочешь. Так или нет? Все, что ты захочешь. Особенно если ты ни Бога, ни черта не боишься, тогда вообще можешь делать все, что ты хочешь. Я вам скажу, что римско-католическая церковь вот в том, в раннем Средневековье отличалась моральным разложением и безнравственностью. Это карикатура позднего Средневековья на римского папу. Думаете, на пустом месте она возникла, такая карикатура? Это же ужасное существо мы тут видим. Как будто из глубин ада поднялось для того, чтобы управлять Вселенской Церковью. Почему вот так вот его изобразили? Я вам расскажу, что происходило. Например, в начале X века. Уже тогда взятки, продажность, сексуальная развращенность при дворе папском, убийство. Все это происходило. Например, в начале X века так развивались события. Я вам скажу, так развивались события, что можно просто сериал снять. Кровавый такой, знаете. Кровавый. Страшный. Вот расскажу. За это время, за короткое время сменилось 10 пап. Как они сменялись? Не как сейчас, мирно, там, выбором, перевыбором. Ну, например, один был задушен, другого убил его духовник. Знаете, кто такой духовник? Которому он исповедуется. Он его убил и сам занял его место. Его тоже убил следующий человек, который стал папой. У него было, вот у этого человека, который убил, была любовница. И мать этой любовницы захватила потом власть и по очереди сменила трех пап. Стала управлять. А потом и сама эта девочка, она была девочкой или 12, но она выросла, пока три папы сменилась. И сама захватила власть и сменила еще трех пап. Последним папой вот в этой череде был как раз внебрачный сын от одного из римских пап. То есть кошмар, ужас, насилие. Папский двор был заполнен любовницами, внебрачными детьми. Они получали должности различные, эти внебрачные дети. Вот это время, очень темное время в истории церкви, это вот 10-11 век, стал называться порнократии. Вы слышали о порнографии, наверное? А это порнократия, что означает власть проституток. Потому что проститутки вот эти реально захватывали власть и управляли папским двором. Я вам скажу, даже был такой момент, когда женщина стала римской папой, притворившись мужчиной. Вот такое даже было. И сейчас я вам скажу, что есть, не афишируется, но есть такой тест один, когда римского папу назначают, проверяют. Мужчина ли он? Это правда. Что еще плохого вам рассказать? Слышали? Вы знаете, я еще доли даже не рассказал, я все очень сократил так и смягчил, чтобы не было так страшно. Но, например, Симония, слышали, как сказать, такое слово, Симония. Это от имени Симона, помните, который хотел дар Божий за деньги купить у Петра. И вот Симония называется продажа церковных должностей. Все продавалось. Дело в том, что церковная должность была очень доходная. Епископ получал доход со своей епархии. Некоторые даже не появлялись в своей епархии, у них была должность, они получали деньги, и они шоковали в Риме. напивались и веселились с проститутками, а деньги им шли. И поэтому это очень хорошее место, и люди платили за это деньги для того, чтобы стать священником, аббатом, епископом. Я вам скажу, что бывало так, что даже должность римского папы покупали. Ну, как минимум известно три римских папы, которые приобрели себе должность за деньги. Это называется Симония. Симония. И вот церковь, претендуя на абсолютную власть и истинность при этом жестоко преследовала инакомыслящих. Вы знаете, что обратная сторона любой диктатуры это насилие. Когда, например, совершилась французская революция, лозунгами французской революции знаете, как было? Свобода, равенство, братство. Красивые слова, да? Но когда к власти пришли якобинцы, ну, вот эти революционеры, всех, кто был против них, они жестоко уничтожали. И гильотина в Париже работала как часы, отрубая бошки всем инакомыслящим. Это любая диктатура так действует. И у католической церкви того времени, сейчас она другая, мы говорим про то время, все были признаки диктатуры, а диктатура уничтожает всех, кто говорит что-то против. Всех инакомыслящих. И вот самые позорные страницы в истории это крестовые походы и инквизиция. Немножко про крестовые походы расскажу. Вот такая темная картинка, но я вам скажу, что вот эти крестоносцы, они все в крови. С 11 по 13 век папы римские вместе с германскими и французскими феодалами организовали вот эти крестовые походы. Цель походов была освободить святую землю или гроб господень от неверных, от мусульман. Дело в том, что уже ислам тогда появился и вот эта территория, которая некогда была святой землей называлась, Израилем, где все это появилось, все это было захвачено мусульманами. И поначалу никакой войны с ними не планировалось, но был повод. Постоянно паломники ходили из Европы туда, для того, чтобы увидеть эти святые места. И вот якобы на паломников вот эти мусульмане совершали нападение. Я вам скажу, что разбойники всегда были, и паломников грабили, тем более паломники шли, там несли с собой какое-то имущество, какие-то деньги, и просто грабители обычно грабили. Но это превратилось в повод для того, чтобы организовать военный поход против сарацин, против вот этих вот неверных. Вот первый поход был организован, там он неудачно закончился, потом следующий, следующий. И вот когда наконец крестоносцы достигли города Иерусалима и заняли этот город, они просто потопили его в крови. Они убивали всех. Мужчин, женщин, детей, разрубали беременных. Все это происходило. Некоторые причем прятались в церкви, их оттуда доставали, убивали, 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 убивали. Просто огромные жертвы, огромные жертвы. И все это было во имя Христа. Этот поход был благословлен Папой. И каждому рыцарю было обещано прощение всех грехов. Если уж Папа говорит прощение всех грехов. Прошлых, настоящих и будущих. Согласитесь, хорошая плата. Тем более, вот эти люди, они же грабили все, что там было. Грабили эти богатства, забирали все это себе. И в конечном итоге, победив вот на этой территории, на Святой Земле, они организовали государство крестоносцев. И там каждый феодал себе какую-то часть земли захватил, построили они там свои крепости. До сих пор существуют крепости крестоносцев там на этой земле. И я вам скажу, именно в то время появились исламские террористы. Как месть за то насилие, которое они пережили от крестоносцев. Появились ассасины, это убийцы, которые жертвовали своей жизнью для того, чтобы убить лидеров вот этого похода, движения. Они каким-то образом старались пробраться к этим лидерам, заколоть и уже не пытались спастись, потому что их тут же убивали. То есть это были убийцы, специально мстители за ту кровь, которая была пролита. Я не говорю, что они правильно делали. Я говорю, откуда это зло поднялось? И вы знаете, что когда западные страны совершают какие-то военные действия на территории мусульманских стран, знаете, как они их оскорбительно называют? Крестоносцы они их называют. До сих пор память эта живет в мусульманских странах. Крестоносцы это значит жестокие, злобные убийцы. Вот что для них крестоносцы это доблестные рыцари, которые идут, сражаются, там, Ричард львиное сердце и так далее, и так далее. А для них это подлые убийцы, которые пришли на их землю для того, чтобы их убивать. Это позорная страница в истории церкви. А последние походы вообще были самые позорные. Всего шесть было походов. Вот два последних это поход, очередной поход в Святую Землю, но не дошли они до Святой Земли, эти крестоносцы. Они встали под Константинополем, чтобы переправиться потом на другую сторону, на азиатскую часть. Встали перед Константинополем и потом думают, куда нам идти? Прекрасный город. И они захватили Константинополь, разграбили его, братья-христиане, разграбили его так, что он потом не смог больше подняться этот город. И впоследствии пал уже под натиском турок и стал турецкой территорией. Этому поспособствовал один из крестовых походов. А самый печальный поход, это поход детей, когда дети, видя то, что взрослые не справляются по освобождению Святой Земли, решили, что взрослые много грешат, но Бог любит чистых душой детей. и организовались дети, подростки, тысячи, тысячи со всей Европы организовали и пошли в этот поход на Святую Землю. Поход мирный, поход любви, поход детей. И они дошли до Неаполя и попросили, чтобы их переправили на ту сторону на кораблях. Неапольские купцы сказали, конечно мы вас переправим, дело хорошее, крестовый поход, молодцы. Погрузили их на корабли и продали в рабство мусульманам. Вот так закончился последний крестовый поход. И еще одна темная страница это инквизиция. У всякого государства, а вполне мы можем назвать церковь католическую, если не государством, то над государством, со своими законами, со своими правилами. У каждого государства должны быть карательные какие-то органы, которые порядок наводят. И вот в роли такого карательного органа выступил Святой суд инквизиции, который назывался Святое учреждение. его основал вот этот римский папа Иннокентий Третий. Кстати, это он себе присвоил звание наместник Христа, а также он себя называл наивысший повелитель церкви и мира. Сильно, да? А еще высказание принадлежит ему. Все на земле, обратите внимание, на небе и в аду подчинено наместнику Христа. И уже тогда были попытки переводить Библию на родные языки, он запретил чтение Библии на родном языке. Мало ли что, там вычитают, смуту какую-нибудь затеют, не разрешается читать Библию. И вот он как раз приказал уничтожать еретиков. То есть, кто такие еретики? Те, кто проповедует иное учение от римской католической церкви. Вот не веришь ты в троицу, допустим, еретик, а раз еретик, должен быть подвергнут наказанию. И вот вы можете спросить, на каком основании, вот если брать Библию, на каком основании они вообще решили людей судить? В Библии же что написано? Не судите. Написано так? А они устроили суд, это церковный суд, который обрекает людей на пытки или даже на смерть. Они другое местописание нашли. Знаешь, когда тебе хочется найти какое-то подтверждение в Библии, обязательно найдешь любой дикой мысли. Они взяли такое местописание, где Иисус говорит, идите по распутьям, дорогам, и зовите всех на брачный пир. Они пришли, слуги пришли, привели людей на брачный пир, еще место осталось. И тогда им говорит господин, идите еще и убедите прийти. Убедите прийти. Что это значит? Для вас что это значит? Проповедовать слово, говорить о важности спасения, о важности того, чтобы обратиться к Богу людям, оставить свои грехи, чтобы попасть на этот брачный пир. Понятно, да, толкование? Но здесь было другое толкование. Для того, чтобы убедить прийти, нужно использовать все возможные способы, в том числе и физическое насилие. Для чего физическое насилие? Чтобы хотя бы душу спасти. пусть он умрет, человек, пусть погибнет от пыток в застенках, но, может быть, душа его спасется? Может быть, испугавшись этих мучений, он отречется от своей ереси, обратиться к истине? Вот так было извращено даже вот это понятное всем нам местописание. И это орудие пыток. Не все, только некоторые. Я когда просматривал картинки орудия пыток и старые вот эти гравюры, где изображена работа инквизиции, не по себе становится. Просто физически нехорошо может стать. Поэтому я вам показал только сами орудия. может вам делали операцию, когда ты лежишь на операционном столе и слышишь как звенят эти инструменты хирурга, уже тогда становятся не по себе. Знаешь, сейчас резать начнут. Но есть утешение, то что будет анестезия и боли не почувствуешь. Тут никакого утешения нет. И людей арестовывали по доносам, по какому-то подозрению. Часто доносы были анонимные. По ним тоже арестовывали. Обвинение было колдовство. То есть если ты магией занимаешься, колдуешь, повинен. Или ересь. Какие-то книги запрещены у себя держишь. Или учишь чему-то не так. Повинен. И вот этих людей, которых арестовывали по подозрению, их садили в эти страшные подвалы, темницы сырые. Пока их там содержали, некоторые теряли свое здоровье, а некоторые умирали там. Каждый вечер выгоняли галушон в коридор, бичевали, а когда совершались допросы с пристрастием, то тогда и применяли все эти орудия пыток. Я уж не буду эти ужасы описывать, потому что это ужасные вещи, которые совершали люди над другими людьми. Ужасные вещи. И мы, помните, говорили о том, как римские императоры, вот эта римская империя как мучила на христиан. Так я вам скажу, что это дети по сравнению с тем, что делали христиане потом. Какие изуверские, изощренные методы пыток они использовали. И все это с одной целью, для того, чтобы люди отказались от этой ереси, а точнее, для того, чтобы запугать всех. Если ты не хочешь попасть под пытки инквизиции, будешь молчать, даже если ты во что-то не так веришь. и вот часто люди уже от этих пыток умирали, не доходя до окончательного суда. Но были такие, что доходили. Их ждало последнее наказание – это костер. Это одна из средневековых картинок сожжения ретиков. Вот это сожжение вообще, это было не просто казнь, нет, это было религиозное действие, это богослужение, это акт веры. И можете себе представить, это событие для церкви очень серьезное. То есть вот эти люди, которые прошли через все вот эти испытания, через все эти пытки, упорные, которые так и не согласились отказаться от своих убеждений, их ждал костер. И там трибуны ставились, на них правители, князья, короли, герольды с трубами, то есть вот такое помпезное богослужение, знамена, вот эти осужденные их выводили, они в одеждах, на которых там пламя ада нарисованы, черти нарисованы, в колпаках, зачастую вот их выводили и для того, чтобы потом сжечь на костре. Для тех, кто сильно боялся костра, я хочу сказать, что большинство людей при пытках уже признавались во всем в чем угодно, хоть в чем. Вот в чем тебя обвинят, знаешь, начнут тебе пятки жечь, все, все рассказываешь, совсем соглашаешься, признан виновным, все, костер, но если ты раскаялся, то тебе особая милость дается перед тем, как сжечь, тебя задушат. Это милость особая. А тем, кто так и ни в чем не признался, они будут живьем привязаны к этим столбам. И вот во время этого действия, назывался это аутадофе, аутадофе, богослужение специальное, произносилась проповедь, вот у меня записан пример одной из таких проповедей. Вот послушайте, как проповедовал священник во время вот такого действия. Вот что он говорил. Если Бог веками терпит наше беззаконие, то люди вполне справедливо посвящают хотя бы один день, чтобы отомстить за поношение Бога. О, как говорит это зрелище об усердии и заботливости инквизиторов. Их величайший триумф это толпа преступников. И я могу сказать о трибунале тоже, что сказано о церкви. Прекрасно подруга моя, как шатрыки дарские, как палатки соломоновы. Это день, день торжества и славы трибунала. Он наказывает лютых зверей, врагов религии и овладевает их достоянием. Прекрасно церковь. Красота. Вы знаете, что имущество этих людей осужденных делилось потом между государством и церковью. То есть в принципе трибунал получал свою часть. Церковь получала свою часть. Это тоже один из видов бизнеса. Еще один из видов бизнеса был индульгенция. О них мы потом будем говорить. Это тоже позорная страница в жизни церкви, когда римский папа понял, что ему не хватает денег на те грандиозные планы, которые были у него. Он придумал такую вещь, гениальную просто вещь, продавать прощение. Дело в том, что по учению западной церкви римский папа распоряжался всеми сокровищами Христа. Он раздавал прощение. Вот этим крестоносцам даровал прощение. А кто-то мог купить за деньги. Купить папскую грамоту, которая как раз называлась индульгенция, и получить прощение грехов. Один такой забавный случай был. Пришел к продавцу индульгенции, к священнику один человек и говорит, продайте мне прощение. За что, брат мой, продать тебе прощение? За избиение палкой соседа. Сильно избил? Еще нет. Собираюсь. Заранее человек понимал, что неправильно делает, но можно же купить прощение. И люди шли и покупали это прощение. Потом, когда будем говорить о самой реформации, побольше об этом будет сказано. инквизиции, на счету вот этого суда сотни тысяч людей, замученных в застенках, сожженных на кострах, сотни тысяч. Особенно вот эта инквизиция свирепствовала в Испании. Там буквально города вымирали, когда приезжали вот эти люди для суда. люди прятали, сжигали все, что можно, все, что может подозрение даже заранить, но все равно находили виноватых и мучили и сжигали. Там особенно старался один инквизитор, которого звали Тарквимада, может быть, вы слышали такое имя. Он грозен был как повелитель ада, великий инквизитор Тарквимада. Множество людей в Испании погибло. И из-за этого, например, литературная жизнь Испании вообще замерла. Люди боялись вообще что-то сочинять, придумывать. Всякое искусство в Испании просто остановилось из-за страха перед инквизицией. Что-нибудь сочинишь, окажется ересью, окажешься на костре. Кому это охота? И вот мы видим, во что превратилась церковь. Почему? У нас тема вот нашего наших курсов соло-скриптура, только Писание. Мы знаем, что Писание это Божье Слово, которое говорит во все сферы нашей жизни и открывает нам истину. И церковь основывает свою веру на Божьем Слове, на откровении и священном Писании. И оно именно является мерилом нашей жизни. С ним мы сверяем свой путь. Но что произошло тогда, в Средние века? Писание убрали и остались только человеческие пороки, человеческие амбиции, ничем не сдерживаемые, никем не обличаемые. И все это безудержно переросло вот в такое разложение и моральное, и духовное. Но помните, Иисус сказал такую фразу «Я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее». Мы можем подумать, что в Средние века врата ада одолели Западную церковь. Почти, можно сказать, одолели. Но всегда, во все времена находились люди, которые жаждали Бога и искренне Его искали. Были люди такие и в те времена. Они часто находили приют где-то в монастырях, в уединении, искали, получали откровения, писали труды, эти труды сохранились. Эти труды показывают, как люди эти любили Бога, понимали, понимали Слово Божие. Священникам было разрешено читать Писание. И к тому же священники некоторые особо ревностные изучали латинский язык. Потому что все Писание, все богослужение велось на латинском языке. Конечно, можно было выучить просто вот эти молитвы, которые там и автоматически их произносить. Литургии можно было на автомате просто, можно даже не понимать ничего. Просто по порядку говорить эти латинские слова и все. Но были люди неуспокойные, они докапывались до сути. А как, что это слово значит, почему оно, изучали этот язык, читали Библию, получали откровения. И знаешь, вот эти труды, которые были составлены этими людьми, они в общем-то дали базу для реформации. Реформация, о которой мы впоследствии с вами будем говорить, появилась не на пустом месте. Не так, что все вокруг верят неправильно, а у меня вдруг откровение, как верить правильно. Нет, написаны были различные книги, труды, и в том числе труды саркастические, сатирические, всяко завуалированные некоторые, образами написанные, которые как раз обличали все, что происходило. Вы знаете, люди же не слепые на самом деле. Там у нас есть еще последний? Да, вот можно убрать уже. Люди же не слепые, большинство видели все, что происходит и понимали, даже без Библии, что такое хорошо, что такое плохо. Понимали, что церковь делает не так, как учат, делает неправильно, но не могли ничего сказать, потому что боялись. А кто говорил, погибал. Но все-таки вот эти люди, некоторые из них погибли, но они заронили вот эти семена для будущей реформации. Вот об одном из них могу сказать. много таких людей. Вот один из них, например, это монах во Флоренции, звали его Савонарола. Он, знаете, как ветхозаветний пророк, выходил на площадь и говорил такие речи, которые просто обличали церковь. Он говорил, церковь, ты бесстыдная девка, ты стала хуже скота. и люди, которые слышали правду наконец-то, объединялись вокруг него. И одно время он даже правил Флоренцией, целым городом. Они выгнали там дом Медичи, который там управлял в то время, выгнали, и была такая республика религиозная, можно сказать. Но впоследствии римский папа предлагал ему кардиналам, чтобы он стал еще что-то, но он отказался от всего. И все-таки он погиб. Но вот его служение, это один из предтечий реформации, его служение, оно дало то, что люди видели, что можно по-другому жить, по-другому проповедовать и говорить то, что думаешь. И вот таких было несколько, я уже о них обо всех не буду говорить. То есть Бог не оставлял свою церковь, как и в прежние времена, посылал пророков, тех людей, которые утверждают истину. И часто эти люди своей жизнью пожертвовали для того, чтобы впоследствии церковь проснулась и началась вот та самая реформация. И о реформации мы с вами будем говорить впоследствии. Эта тема у нас тоже есть. То есть мы с вами поговорили о ранней церкви, о средневековой церкви, о реформации поговорим и о современной церкви поговорим в течение вот этого курса. А сейчас, дорогие, давайте, музыканты, пожалуйста, выйдите, Борисы, и давайте встанем и будем молиться. Прежде всего, вот в этой всей истории, которую я сегодня рассказал, я вижу тот урок, который в Библии написан, гибнет народ от недостатка ведения. Слово Божие это слово жизни. По нему мы строим свою жизнь. Если ты откладываешь Слово Божие, тебя больше ничего не сдерживает. Знаете, как Достоевский сказал, если Бога нет, то все позволено. Если ты свою жизнь не соизмеряешь со Словом Божиим, тогда ничто тебя не сдерживает. Но тогда можно очень сильно упасть, очень глубоко упасть, как вот упала средневековая церковь. И поэтому вот та реформация, о которой мы еще будем говорить, ознаменовала возвращение к Божьему Слову. Именно возвращение к Божьему Слову принесло и жизнь церкви и оживила церковь. И, дорогие мои, если вы также, может быть, кто-то из вас отложил Слово Божие, перестал изучать его, перестал читать, обновите это, начните снова читать. Бог вас учит через проповедника, через откровения, но все это должно быть основано на Слове Божьем. Проверяй все, что ты слушаешь. Пойми, наставник твой это Дух Святой, первый и самый главный. А все остальные, такие как я, как Миша, как любой из проповедников, это сосуды в руках Божьих. Через каждого Бог как-то индивидуально может быть действует, но самое главное, что действует Бог. Апостол Павел, его смело можно назвать величайшим из апостолов, он говорил, кто я такой? Или Аполлос? Мы лишь заслужители. А глава над вами Христос. Давайте будем молиться. Всемогущий Господь, я прошу тебя, пускай это слово, которое сегодня было здесь произнесено о средневековой церкви, о падении церкви, о темных временах церкви, пускай это слово будет нам уроком, чтобы мы не отворачивались от тебя, говорящего сегодня, не отворачивались от слова твоего, которое говорит сегодня, которое иногда обличает нас, которое ведет нас к покаянию, которое показывает нам путь, по которому нам идти. Мы знаем, Господь, что без слова твоего гибнут люди, от недостатка знания, от недостатка ведения погибают люди. И мы, Господь, не хотим быть в их числе, но наоборот, утверждаясь и укрепляясь твоем слове. Мы хотим нести его другим, потому что оно есть жизнь, сила Божия ко спасению всякого, кто поверит. Мы знаем, Господь, что это те семена, которые мы несем, семена, несущие жизнь. Если они падают в добрую почву, они приносят много плода. Господь, дай нам быть такими сеятелями, носителями этих семян, Твоего Слова, которое живо и действенно, которое сверхъестественно воздействует не просто на разум, воздействует на дух человека, на душу человека. Господь, и мы открываем свое сердце для Тебя, для того, чтобы Слово Твое в нашей жизни действовало. Пускай приходят откровения, пускай приходят научения от Тебя, наставления пускай приходят. Я прошу, веди каждого из нас, мы просим Тебя, Господь, веди каждого из нас за Собою путем откровений, путем познания Тебя. Пускай Слово написанное станет для нас живым Словом, Словом, поселившимся в нашем сердце, Словом, которое меняет наше мышление, наши поступки, наш характер. Аллилуйя, Семогущий Господь, мы поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе и верим, что Ты действуешь разными путями, разными способами, через разных людей, но Ты наш пастырь, пастырь добрый, который ведет каждого из нас за Собою. Просим Тебя, веди нас за Собою, каждого из нас веди за Собою, Господь. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова